Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы продолжим тему DIY-устройств проекта ModCom.ru. И темой будет одна из последних на сегодняшний день разработок 8-канальная ZigBee реле с сухими контактами. Кроме собственного управления релейными блоками, это реле может быть также логическим контроллером и платформой для подключения внешних сенсоров. А теперь обо всем подробнее. Устройство спроектировано на прямоугольной плате, по длинным сторонам которой располагаются реле, а напротив них ряды с двух контактных колодок, которым можно подключать либо механические выключатели, либо внешний сенсор. Обратная сторона? Тут никаких элементов нет, только запаянные контактные площадки. Обратите внимание, что здесь применяются двухполюсные реле только на разрыв. В четырехканальной версии реле были трехполюсные. Эта разработка также основана на модуле E18MS1P1 PCB на базе чипа CC2530 и усилителя CC2592 на 100 мВт. Реле является роутером, причем достаточно мощным, чтобы существенно расширить покрытие и емкость ZigBee сети. Аналогичен и примененный блок питания, но в восьмиканальной версии добавлен DC-DC преобразователь, который полностью изолирует входные цепи от остальной схемы. Это позволит устанавливать реле в помещениях с повышенной влажностью. В качестве коммутирующих элементов тут применены реле Panasonic с максимальным током до 5 А при напряжении до 250 В. Они работают по принципу сухих контактов. Каждое реле живет само по себе и может управлять любыми напряжениями, вписывающимися в его параметры. Контактных колодок тут 9, на одну больше. 8 – это входы устройства, к ним можно подключать либо выключатели для прямого управления реле, либо логические контроллеры, либо внешние сенсоры. Девятая колодка – это вывод питания для этих сенсоров, на одном контакте 3,3, на другом 5 В. Для возможности подключения сенсоров, к каждому входу добавлены джамперы, которые переключают его с Аптрона напрямую на модуль E18MS1P1PCB. В этом положении все колодки переключены на Аптрон. Обратите внимание, что 8 канал инвертирован по отношению к другим. Как и 4-х канальный реле, ссылку на обзор которого вы найдете в описании под видео, тут есть разъем для подключения CC-дебаггера, того же самого, что применяется для прошивки стика CC2531. Прошивки при помощи универсального конфигуратора можно создавать самостоятельно. Сначала рассмотрим работу реле в штатном режиме. Как я сказал, нам понадобится CC-дебаггер, который продается на Алиэкспресс. Платы переходника и тонкого шлейфа, как для прошивки CC2531, тут не нужно. Ссылку на дебаггер ищите в описании. Отдельно питание на реле подавать не надо, подключаем только дебаггер. Если все правильно, на плате включится диод питания, а на дебаггере индикатор будет светить зеленым. В конфигураторе прошивок, ссылку также найдете в описании, нужно выбрать тип платы CC2530 плюс CC2592. В 7 реле я выставил опцию сохранять состояние, а все входы напрямую управляют каждым из реле. Для прошивки нам понадобится оригинальный флешер от Техас Инструмент и драйвера, ссылки на которые тоже есть в описании. Выбираем сохраненную прошивку и заливаем в реле. Теперь можно подключить на реле питание. Реле питается от бытовой сети переменного напряжения, потребляемая мощность самого устройства ничтожно мала. После подачи питания реле автоматически переходит в режим сопряжения. Для работы реле потребуется стик с прошивкой Z-Stack 3, в моем случае специально перепрошитый под нее CC2531. Включаем режим добавления устройств, как вы заметили я использую ZigBit UMQTT Assistant. И после этого можно включить питание на реле. Далее надо подождать пару минут, чтобы прошел процесс интервью, и все сущности устройства добавились в систему. В текущей версии интеграции ZigBit UMQTT работа реле полностью поддерживается, но конвертер, кроме нужных, отдает еще много лишних сущностей. Картинка, которая подтягивается к реле, еще тоже не кастомизированная, но думаю в следующих версиях все поправят. Если картинка меня не волнует, то мне не очень нравятся лишние сущности. В Home Assistant устройство автоматически добавляется через интеграцию MQTT. Кроме полезных, затягиваются и все те же мусорные сущности. Сенсор на каждый канал, влажность, давление, температура и напряжение. И полезные, 8 свечей, которые напрямую управляют каждым из реле. У каждого из релей есть светодиод активности, когда оно замыкается, он загорается. Скорость отклика моментальная. В этой версии прошивки каждый из входов напрямую управляет своим каналом реле. И позволяет подключать механические выключатели, в том числе с возвращающейся клавишей. Если светодиод не горит, это означает, что реле находится в разомкнутом состоянии. Если горит, то оно замкнуто. При установленной опции «Помнить свое состояние», каждое реле будет возвращаться в свой последний статус при возобновлении питания. Перед тем, как проверить другие варианты прошивок, устройство нужно удалить из системы. Например, отправкой в топик zigbee2mqtt bridge-configure-move адреса устройства. В логе должно появиться сообщение «Устройство удалено». Оно автоматически удалится из базы zigbee2mqtt и из Home Assistant. Соберем еще один вариант прошивки, в котором первых три входа отвяжем от прямого управления реле и включим логику на однократное, двойное и тройное нажатие. На всякий случай скажу, это можно сделать и для всех входов. Сохраним прошивку. Зальем ее в реле по тому же принципу, как я показал ранее. Стоит помнить, что каждая перепрошивка полностью сбрасывает реле, поэтому перед ней нужно удалять его из системы и заново переподключать. Снова добавляем в систему, опять с этой кучей недействующих сенсоров. В нашем варианте прошивки три первых реле теперь управляются только программно. Зато сенсор клик теперь транслирует события с первых трех ставших логическими входов. В качестве физических контроллеров можно использовать те же возвратные выключатели. Например, однократный клик можно программно привязать к реле, а остальные типы нажатий, двойные и тройные, использовать для любых других действий. Теперь проверим работу реле с внешними сенсорами. И первым будет микроволновый датчик движения, который использует эффект Доплера. Эффект заключается в изменении длины волны излучения вследствие движения, как человеческого тела, так и в принципе любых предметов. Датчик обладает высокой чувствительностью, не зависит от освещения, работает сквозь преграды. Ссылку на датчик оставлю в описании под видео. Для подключения нужно припаять к нему трехпроводной кабель. Красный диод на датчике служит для индикации питания. Зеленый загорается при обнаружении движения. А подстроечник применяется для настройки чувствительности датчика экспериментальным путем. Провода распаяны следующим образом. Красный и черный – питание, 5 вольт и земля соответственно, а желтый – данные. Создаем новую прошивку. Напоминаю, что перед прошивкой реле нужно удалить из zigbee2mqtt. На второй и третий вход возвращаем управление реле, а первый переводим в режим свеча, на него мы подключим датчик. Сохраняем прошивку. Записываем ее в память реле. Переключаем вход первого канала с обтрона напрямую в модуль управления. Землю можно взять с гребенки для заливки прошивки, в моем случае она подается на черный провод. Конечно удобнее было бы иметь отдельные выводы для нее. Далее красный кабель, распаянный на плюс по питанию на датчике. Подключаем на девятую колодку на 5 вольт. А желтый провод передачи данных подключаем на первую колодку – контакт, который идет на модуль управления. Вот так выглядит схема подключения целиком. Уже после сборки подумалось, что аккуратнее было бы подключить на последний восьмой канал, но для стендового тестирования пойдет. Процесс привязки к ZOM опустим, перейдем к тестированию. Если все сделано правильно, на датчике горит красный диод питания, а при обнаружении движения – зеленый диод активности. Как я уже говорил, датчик нормально работает и через преграды. Коврик для мышки, взятый для первого теста, сложно назвать серьезной преградой. Давайте возьмем что-то посолиднее. Например, лист DSP толщиной 17 мм. Он полностью закрывает сверху датчик движения. При этом датчик движения спокойно продолжает регистрировать движение и за ним. Заявленная дальность для этого датчика – 15 метров. Он может ловить даже соседей за стеной. В Home Assistant события регистрируются в датчике CLICK. При обнаружении движения – событие L1 single, при отсутствии просто L1, где единица – это номер канала. Никаких задержек между событиями нет. И, если они необходимы, нужно делать программно. Например, каждая сработка может, кроме нужного действия, перезапускать таймер с заданной длительностью. А когда движения прекратятся и таймер завершит отсчет, тогда сработает автоматизация по отсутствию движения. В MQTT Explorer видно, что разница между этими событиями может составлять доли секунд. Следующий тест с распространенным датчиком температуры DS18B20. Он поддерживается конструктором прошивок. Экземпляр из обзора куплен в локальном магазине, но много предложений есть и на Алиэкспресс. Пример ссылки я оставлю в описании. Подключим датчик. Перемычка должна стоять в положении подачи на модуль управления. Питание и плюсы землю можно забрать с колодки перепрошивки. Для датчика нужно 3,3 вольта. В моем случае у меня был только сам датчик, поэтому датакабель пришлось через резистор в воздухе соединять старым проводом с контактом 3,3 вольта на колодке. Поэтому удобнее сразу покупать с платой адаптером, где сразу сделана развязка по питанию. Получилось вот такое подключение, поэтому для использования датчика с этим реле я рекомендую брать плату адаптер с контактной площадкой и резисторами. Собираем прошивку. Вход 1 отключаем полностью, а на выход 1 ставим пин входа. Выбираем из списка этот датчик и из следующего меню указываем внешнее подключение. Все, сохраняем прошивку. После этого, предварительно удалив реле из системы, заливаем ее в устройство. Далее активируем режим подключения новых устройств и включаем реле, ждем пока оно появится в системе. Пустовавший ранее сенсор температуры, теперь отдает значение полученное с датчика. При этом пришлось пожертвовать первым каналом, куда подключен датчик. Это реле с такой прошивкой работать не будет. Как и реле на 4 канала, в этом устройстве размеры платы выбраны не просто так. Они рассчитаны под использование в корпусе с возможностью установки на динрейку. Корпус размером 125 на 90 на 40 миллиметров с прозрачной крышкой, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Как видите, размер платы устройства идеально вписывается в размер корпуса, включая все крепежные отверстия. Как по мне, логичным кажется располагать корпус так, чтоб контакты реле были направлены вниз, а контактные колодки вверх. Хотя при желании можно развернуть, все собирается и так и так. Кроме этого, корпус имеет уши для крепления на стену при помощи двух шурупов. Например, если ставить его для управления электрическими вентилями отопления. Либо на стандартную динрейку, если его использовать в электрическом щитке. Кстати, это еще один из кейсов его использования. Централизированное управление, например, освещением. На этом все. Надеюсь, видео вам было полезно и интересно. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Все данные, необходимые для самостоятельной сборки устройства, вы найдете на странице проекта modcam.ru, ссылка в описании. Там же вы найдете все известные мне ссылки для покупки готового устройства. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также распродажи и купоны на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.